Привет, меня зовут Настя и добро пожаловать ко мне на канал, на котором мы с вами обсуждаем стиль моды шоппинг и всякие интересные моменты из моей жизни. И пока мы еще с вами не начали на правах саморекламы, я хочу рассказать вам о том, что у меня есть мой телеграм-канал, на котором я появляюсь буквально каждый день. Общаюсь с вами в комментариях, в режиме лайв, в общем, приходите по ссылке в описании. И сегодня мы с вами отправимся в The Other Stories, посмотрим с вами предновогоднюю коллекцию. Я уже смотрела на сайте, там появилось много интересного, свитеров, верхние одежды. Спойлер, в конце будут куртки, так что обязательно досмотрите до конца. И как обычно, не будем затягивать, поехали! Мой самый любимый фасад на Кудане, как раз The Other Stories. Какая интересная спина у Влади. Для празднования Нового года тут, конечно, уже подготовили все. Мне очень нравится этот глубокий зеленый, также этот оранжевый. Вообще, я видела это платье или рубашка. Видела эту рубашку на сайте, тоже с очень интересной спиной. Я не знаю, может, уже пора делать видео с одеждой чисто для празднования Нового года. Она, конечно, блестит очень красиво, привлекательно и даже хочется померить в эти все пайетки. Не могу вам не показать вот такую вот тунику, сеточку. Она вот такой вот длины, в общем, в пол. Вся ушита бисером. Конечно, очень красиво, такая тяжелая. Почему-то вручную написано. 129 евро. Очень симпатичная. Так как широкие шарфы сейчас очень актуальны, очень понравился такой лимонный. 89 евро. Посмотрите, какой пайеточный раг я еще обнаружила. По обои появились такие вот босоножки. Конечно, знакомая нам модель, но выглядит симпатично. Также есть блестящие. В общем, уже такая суперпраздничная атмосфера здесь. Мне кажется, интересный набор я взяла в этот раз. Сейчас будем мерить. Особенно шубу интересно. С вами такой образ по классике. Брюки в 36-м размере. И такой вот топ в размере S. Топ стоит 59 евро. Брюки мне, кстати, нравятся. За счет того, что я ботинка, это же кажется полный длинный на мой рост. Стоимостью 79 евро. Если честно, мне кажется, 38-й размер был бы лучше. Потому что все-таки вот тут в додрах они идут в обтяжечку. Следующий свитер настроения. Барби наездница. Не знаю почему, но вот напоминает мне эту картину. Он все очень приятный, красивый и сложный свитер. Он действительно сложный. И этим он классный вообще. Обыкновенные синие джинсы. И этот свитер и образ уже такой. Как будто ты старался. В общем, что я могу о нем сказать? 130 евро. На мне размер, знаете, сейчас вам точно скажу. На мне размер S. Проверила, чтобы не обмануть глаз. В общем, вообще хороший. Такой укороченный. А рукава, наоборот, удлиненная. Чтобы можно было вот так вот скатить. И светается объем в рукаве. Выглядит так, как будто он, знаете, сразу с жилетом. В общем, крутой свитер. Этот мне не нравится. А этот нравится. Наконец-то шума. 300 евро. Она выглядит, знаете, но мне не очень нравится. Она какая-то чересчур искусственно затасканная. Но холодно мне точно не будет. Ну ладно, если серьезно, к этому образу отлично подойдет вот такое вот пальто. Безбортное. Стоимостью 300 евро. Для меня 36 размер. Далее у нас полностью из шерстяной свитер. В размере М. Берто в горло. 129 евро. Но знали бы вы, как он электризируется. Он вообще выглядит тоже очень красиво, достойно. Мне очень нравятся рукава полной длины такой. Очень теплый, уютный. Небольшой разрезы имеются. Такой бы себе взяла бы с радостью. И, кстати, я заметила, что все два свитера, которые мы с вами покупали, у меня в гардеробе не особо прижились. То есть я больше человек каких-то рубашек, худи, лонгсливов. Но свитеры, к сожалению, я не фанат. Но вообще, так на видео очень красиво выглядит. Мне нравится. Вязка такая широкая. Вообще качественная. Я бы сказала, дорогая вещь. Сразу будет видно, как будто на нем написано. Не забывайте, что такой широкий рукав нужно уместить в какую-то куртку или пальто. Поэтому пальто должно быть такое пошире. Потому что у него спущены рукава. У меня был когда-то похожий свитер из Эчендем. И, к сожалению, он мне мало куда-то подходил под верхнюю одежду. Все-таки я решила померить эту блузу. И она, конечно, невозможного качества. Очень приятная. Но, смотрите, я мерю 36 размер. Лучше был бы 38, так как она такая маловато в плечах. Как бы вам спину показать, даже не знаю. Но у кого? Просто это нечто. Конечно, очень тяжело показывать спину. В общем, я не знаю. Вещь такая. Нужна как бы под повод, очень запоминающуюся. Несколько раз такую не наденешь. Я даже не знаю. Выглядит красиво. И я не помню, говорила ли нет. Упоминает мне рубашку от Акно Studios. Только рубашка от Акно, она в таком цвете, но она спереди застегивается. У нее такие блестящие, красивые кубырицы. В общем, я в восторге. Это, наверное, единственный оранжевый, даже не оранжевый, а горчичный, который мне нравится. Ну что, следующий образ у нас. Это вот такой вот образ из санитра и с юбки. Юбка а-ля шелтовая. Стоит 99 евро. 38 размер. И такой вот черный свитер в размере S. За 120 евро на 500% из альпахи. И на остальные 40. 40 и здесь там еще 35. 40% полиамид. Ну, в любом случае, ссылки я оставлю в описании. Вы сможете все сами посмотреть, проверить составы и цены. Ну, конечно, синий цвет электрик просто мой любимый. Далее у нас с вами платье. Все-таки в 40 размере. Размера меньше не было. Я думаю, 38 для меня посидел бы лучше. Был разве что 42. Супер новогоднее платье. С огромной такой длинной змейкой на спине. На самом деле, не маленьким декольте. И вставными плечами. Главное, вставными или съемными. Я имею в виду, что здесь есть плечики. Плюс хочу добавить, что оно супер-супер пайеточное. Максимально приятное к делу. Не колется. Довольно-таки увесистое. 150 евро. В общем, если любите блестки, любите сверкать, то, думаю, отличный вариант. Следом у нас такой довольно-таки повседневный, обыкновенный образ. Но я намереваюсь превратить его в более такой выходной. Такой вот свитер. Супер-сеточка. Он полностью прозрачный. Как можете заметить, под него я спрятала топ. И джинсы. Джинсы, что я не могу сказать. Я хотела найти обыкновенные джинсы серого цвета. Но в Узерсторе были только джинсы с, не знаю, стразиками. Да, это стразики, ребят. Но зато могу сказать, что джинсы очень круто сели. Хоть и не стразики, а стразики довольно-таки незаметные. Если они не будут отпадать, то это вообще прекрасно. Они на пуговице уже стягиваются. Размер джинс 26 дробь 37 дробь. И что могу сказать, стоимость 89 евро. То, как я предлагаю преобразить этот образ, это добавить к этому топу вот такой вот жакет. Жакет невозможно крутого качества. Это опять же линейка Монтека, как у меня пальто из зала. И оно, я так понимаю, шерстяное или с примесью. Очень четкое, ровное, держит форму. Очень крутое. Прям советую, рекомендую. Очень классный, классный жакет. Если вы приобретете такой жакет, вам придется обзавестись огромным количеством роликов для... Тут не видно вам в темноте. Но оно полностью все в ворсу. К нему очень сильно что-то липнет. Но ничего. На мне 38 размер. Стоимость 179 евро. Видите, как легко из какого-то такого высокого повседневного образа свитера можно перейти в такой около вечерний. И, кстати, эти стразики только придают шарма, так сказать. Даже хорошо смотрятся с моими мартинсами. Вообще, в сочетании с этим топом, такую немножко дранж даже. В общем, мне нравится. Это вот чисто мой образ. Кстати, еще панама. Ой, боже, что это? Тоже шарф. Красота. Что-что, но панама это точно не мое. Но я думаю, померить сто. Вообще, я просто люблю сам магазин Anozer Stories, потому что он очень большой и красивый. Смотрите. Просто восторг. Тут очень уютно находиться. Следующий свитер. Камахеровый свитер в размере S. За 89 евро. С вот таким вот интересным принтом. Музычка заиграла. Ну что, друзья, я не сошла с ума. Я решила поиграть в игры Anozer Stories и примерить образ, который предлагает сам бренд. Вот такая вот юбка. С такой вот золотой застежкой. Очень необычная, я бы сказала. Очень необычная, поэтому рассказываю. Юбка 119 евро. Размер на меня 36. Далее. Вот это вот горлышко. Стоит 39 евро. И размер он один. И он огромный. И такая вот рубашка. Она, кстати, настигивается всегда под горло. Стоимостью 69 евро. Размер 36. В принципе, этот образ без этой горлой луны, он просто с рубашки смотрится намного лучше. Если честно, супер просто. И рубашка из, не знаю, качества, расцветки. Все-таки я, когда в школе училась, не знаю, 70 евро, наверное, за нее бы не отдала. А юбка, юбка прикольная. Мне вообще очень даже нравится. Знаете, я решила еще померить вот такой вот жакет-пальто. Короче, жакет из последнего шанса. Там уже остались большие размеры. Но вот мне повезло взять сороковый. Стоимостью 100 евро. Это вообще отличная цена. 100% шерсть. Мне очень нравится качество. Возможно, даже для себя взяла. Очень классное. Классное перто. Это точно, знаете, именно верхняя одежда. Вот, знаете, меряется эта рубашка. Она не очень даже выглядит. Лучше бы с каким-нибудь из свитеров предыдущих. Но это все, что сейчас осталось у меня в наборе. То, что можно поддеть под эту вещь. Вещь, конечно, хорошая. Для своей стоимости вообще. Все-таки мне очень захотелось показать вам, как этот шерстяной жакет будет смотреться в полноценном образе, а не с ней джинсами. Я выбрала гольф под горло, заправила волосы, пусть так и будет. И постарованные, ровные брюки мгновенные. Как по мне, выглядит очень даже дорого. Я в смысле имею в виду, что жакет шерстяной. Стоит 200 евро. Сейчас стоит 100 евро. И опять хорошо находит ту сторону. Мне немного напоминает даже какой-то, знаете, а-ля Лорапиан. А-ля Лорапиан, а не Other Stories. В общем, если у вас есть Other Stories с Рада, советую зайти померить все-таки такой же пет. Вы знаете, раз мы уже пришли к стойке Last Chance, я думаю, стоит померить. Я уже померяла, ладно. Вот такая вот кофта. Сейчас стоит 20 евро. Сквозь свитер. И просто супер сочетается с этой юбкой. Как по мне, такой стиль. Либо школьница, либо сплетница. Непонятно. Но знаете, прям мне нравится. Даже я бы сказала, мое. Хотя вот такой яркий, кроваво-красный. Даже не знаю. Но выглядит все. Это в целом с Мартенсом очень даже хорошо. И под конец видео я решила шлифануть, так сказать. Вот такой вот курткой. Похожую с вами мерили куртку в кос. Похожую мерили в аркет. И теперь вот пришел черед Other Stories с белым цветом. Как по мне, очень красиво. Вообще супер освежает. На мне размер М. Класс, мне нравится. Действительно очень освежающая вещь. Мне кажется, камера аж здесь и нечего. Это из-за того, что она белая. Съемы 229 евро. Очень теплая. На резинке. На вся. Мне кажется, мне можно было бы даже Эску брать. Но Энка, в принципе, хороша. Но вообще, я думаю, Эску тоже можно не бояться. Следующая куртка на змейке. Стеганая за 300 евро. На мне, причем, Эска. Прошу заметить, больше вообще не нужно. Стеганая симпатичная. И мне цвет подходит. Конечно же, черный. И последняя куртка на сегодня. Да и вообще вещь на сегодня, в принципе, точно такая же, как предыдущая. Только в таком коричневом шоколадном цвете. И размер не S, а L. Для того, чтобы вы смогли сравнить. Не могу сказать, что она какая-то громадная на мне. Но, конечно, Эска сидела поприятнее. Но, в принципе, если вы любите, когда все сидит оверсайз, то отличный вариант. Ну что, дорогие мои, вот и подошло мое видео к концу. Спасибо вам за то, что досмотрели его до конца. Ставьте лайк этому видео. Пишите в комментарии обязательно, что вам понравилось больше всего, какой образ или вещь. И до скорых встреч. Увидимся в следующем видео.